Миллионы приходят Салудные фамилии За семью Спустя 10 дней пути из Америки Мы начали подходить к жарким берегам Бразилии, где нас ожидало Очередное умопомрачительное путешествие Также на переходе у меня появились Небольшие дела на камбузе Знаете, как говорят, в холодильнике мышь Повесилась, а у нас От духовки Даракан сдох Настолько охуенно наскорно Так, стоп Я сразу говорю, что в этой духовке Нам не готовят Она давно уже заброшенная Собственно, поэтому я и пришел Подходим к Бразилии На улице жара, духота Я уже начинаю скучать По Франции и Норвегии На улице выше 30 градусов по Цельсию В машине выше 40 И людям Начинает становиться плохо Один мьянмский пацан у нас Уже второй раз падает от жары Не вывозит Пацан, не вывозит Я вообще не понимаю, что с этими мьянмскими пацанами не так Один сбежал, другой от жары падает Третий вообще под панка подстригся Взял, короче, сегодня с барбекю Вот такую филиппинскую похлебку Это, короче, какое-то, типа, знаешь, молочко С желатином Желатин абсолютно безвкусный Пресный А молоко такое, знаешь, с тоненьким кофейным привкусом Филиппинцы прям обожают эту похлебку Взял попробовать Ну, что я могу сказать Такое себе, конечно, такое Но любители А ночью по большой воде Мы зашли в реку и отправились в сторону города Макапа Где нас будут ждать власти и лоцман для дальнейшего пути вглубь реки Река Амазонка не нуждается в особом представлении Весь путь по ней до Санторема составит около 42 часов в сумме И это будет мой самый длинный переход по реке на сегодняшний день Так, время без 5-7 утра Мы идем по реке Амазонка Идем с ночи Я не частый гость на завтраках Но в этот раз вот решил сходить И что мы тут видим? Время 7 утра У нас холодные яички Холодная колбаска Уже холодные Как я люблю, между прочим Без 5-7 утра Холодный завтрак Как вам такое? Тоже любите? В Бразилии нас ожидало сразу два порта выгрузки Порт Санторем, что находится на реке Амазонка И порт Итаки, что является пригородом Сен-Луиза Знаете, что меня больше всего раздражает при работе в таких вот регионах? Это невероятная влажность и жара на улице В таком состоянии, в котором сейчас находится мое лицо Находится абсолютно все мое тело То есть ты пребываешь постоянно мокрый И это при всем при том, что ты не совершаешь абсолютно никакой физической активности сейчас И это даже не говоря о том, что происходит сейчас в машинном отделении Где температура по умолчанию намного выше, чем на палубе Или вот в таких вот замкнутых помещениях, которые постоянно нагреваются на солнце Спустя 15 часов пути мы встали на оформление Сразу после чего на борт приехали власти и сим-карты с интернетом Встали в Амазонке И я серьезно заморочился с тем, чтобы выяснить, во сколько нам выставляют завтрак Время 6 утра Все уже готовое стоит И на этот раз завтрак был действительно горячий В 6 утра Я напоминаю, что завтрак начинается в 7.30 А к этому времени уже даже желтки застывают А далее нас ожидала целая неделя тишины и спокойствия в ожидании лоцмана Также спустя пару дней подъехала лодка с барыгами и бананами После чего жить стало куда веселее Взял, короче, в Бразилии вот такую вязаночку бананов 10 долларов всего стоит Бананы обалденные, маленькие, тропические Кстати, бананы эти были действительно хорошие Они как то дерьмо, что мы здесь получим позже снабжением Половину по-братски я отдал на общак А со второй половиной расправился сам Казалось, что ничто на тот момент не могло помешать идиллии и спокойствию на борту Но нет, я ошибался В связи с довольно печальными событиями в американских Балтиморе и Оклахоме Костгард начал снова лютовать А компания тем временем рассылать заебистые чек-листы по судам И если раньше долбизм начинался только перед подходом в эту самую Америку Австралию или Европу То теперь опасность поджидала нас буквально на каждом шагу В каждой стране, в каждом порту, в каждой рыбе, проплывающей мимо нас или птице Мог оказаться дрон или замаскированный агент Костгарда Поэтому вместо того, чтобы заниматься плановым мейтенансом и внеплановым ремонтом Мы начали заниматься внеплановой хуйтой Прямо вот стоя в речке на якоре Фотографии, отчеты, перепроверенные на сто раз одно и то же и так далее Особенно эпатажно выглядят такие моменты, когда в высшем руководстве судна Присутствует ну очень уж пугливый и тревожный персонаж И да, это был именно этот случай Итак, мы продолжаем дегустацию филиппинских народных блюд И сегодня на обеде у нас подавали вот такой деликатес Что это такое, сказать сложно Но в отличие от предыдущего И несмотря на его не очень аппетитный вид Это блюдо намного вкуснее Похоже оно, я не знаю, на какой-то пудинг Может быть, какую-то творожную массу С каким-то таким вареньем, может, грушевым А может, я даже и не знаю Вот такой достаточно густой консистенции Значит, и так мы стояли Занимались самыми извращенными непотребствами с котлом Снова проверяли краны Лимит Босс Лимит Хойстинг 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 И несмотря на то, как я и четвертый механик отмаливали это событие Когда-то все же оно должно было произойти Этим событием была волнующая первая выгрузка за контракт Своими кранами Запчастей нам сказали, сюда не пришлют Якобы дорого Да и правда, зачем они нам нужны На полуубитом-то 12-летнем китайце Снова у нас здесь сегодня идет дождик Плохая погода Дождик не дает нам нормально поработать на палубе Стоим Итак, спустя неделю стоянки Мы выдвинулись вглубь по реке Амазонка В направлении Санта-Рема В 7 вечера взяли лоцмана И в ночь отправились в путь Кстати, нам нужно было уложиться по времени в 30 часов Иначе пришлось бы выйти обратно в море И пробовать еще раз Придя в Бразилию в середине апреля Мы попали на сезон дождей Поэтому зависнем здесь больше, чем на месяц Далее по приходу подъехали грабы И началась та самая выгрузка И ко всеобщему удивлению Она проходила без нареканий и авралов А краны показывали себя очень даже достойно Что, конечно же, не могло нас не радовать К тому же регулярно происходили длительные перерывы Из-за сильных дождей Вот такие они нам гробы свои привезли Прицепили их к нашим кранам И выгружают нас Выгружают нас на вот такую баржу Тут с правого борта подошла Вон она стоит У нее крышки тоже закрыты все сейчас Пока у нас погрузки и выгрузки нету Так, кто-то забыл выключить, значит, прожектора на кране Выгрузка пока не идет Потому что у них сегодня какие-то протесты И, в общем, пацанам не до работы До обеда пока что выгрузка стоит у нас Вчера они тоже где-то с 5 часов до Часов, наверное, 12-ти повыгружали А с 12-ти пошел дождь И, соответственно, до обеда никто ничего делать не будет И день за днем, мало-помалу, выгрузка продолжалась Также здесь мы получили какие-то продукты Из которых как минимум половина была бутилированная вода Ну а к тому времени стартовал уже пятый и последний месяц моего контракта А на пятом месяце контракта начинают бесить абсолютно все рожи на пароходе За исключением только лишь своей собственной И то, если она в этот момент не в робе Поэтому на второй день выгрузки мы снова собрались в город Но была одна проблема 50 метров отделяла нас от свободы Но мост, связывающий наше судно и берег, был в ремонте Поэтому ходить по нему было запрещено даже для снятия осадок Но это нас не остановило И понеслась Дегустация местной кухни, коктейли И прогулки по городу От комментариев про выбор напитков я прошу воздержаться А если серьезно, то что еще нужно в такую жару Кроме вкусного ледяного коктейльчика По части еды особенно понравилась курица и креветки Прям вот рекомендую А после судовой-то баланды Это было просто великолепно Это был вечер пятницы А людей именно на улицах уже практически не было Концентрация всего и вся была именно на набережной А после нашего выхода из кафе Разбрались и последние люди Что для трехсоттысячного города, я считаю, не очень-то и нормально Итак, утро Третью ночь подряд уже идет дождь Походу мы тут зависли В первый день мы вышли в пять вечера А вернулись уже в десять И все было настолько быстро Что я даже не успел купить себе того, что хотел На следующий день я уже не знал Будет ли у меня возможность выйти в город или нет Поэтому попросил пацана мьянца Кто в этот день уходил в город Чтобы тот купил мне всяких там конфеток, чипсиков и прочего Пацан без единого слова сказал Окей, без проблем я все куплю То есть, понимаете, просто Наш бы заебал вопросами просто по типу А че сам вчера ходил и не купил? А че в слабчести не возьмешь? Или начал бы отмазываться по типу О, да не знаю, если пойду, если время будет А тут просто пацан молча сказал Окей, без проблем Все купил как бы Но спустя еще пару дней Мною была сделана работа над ошибками И вместо того, чтобы ехать в город вечером Я поехал туда днем Вот чем мне нравится Бразилия Вроде бы тропики, да? Другая сторона планеты Но в то же время Все вот как дома Все то же самое Это был солнечный воскресный денек И я решил, что упускать такой шанс Было бы не очень правильно с моей стороны На проходной мы разделились с нашей командой И я пошел снимать вам контент Короче, дошел до торгового центра И решил поменять валюту Обменник закрыт В прошлый раз тоже нельзя было поменять Вообще странно как-то Время 2 часа дня Все закрыто В общем, доллары на реалы Я так и не поменял Все закрыто Сегодня воскресенье Несмотря на то, что 2 часа дня Все равно все закрыто Даже какие-то супермаркеты Сейчас только что был в торговом центре Обменник закрыт Супермаркет закрыт Все так пустынно И печально Да, конечно, печальный городок В общем, иду пешком в центр Такси не стал брать Мелких долларов нету А большие тратить не хочется Сдачи не дадут С английским языком У местных здесь вообще катастрофа Найти на улице человека Который хоть как-то знает язык Невозможно Осложняло все это то, что по какому-то Невероятному стечению обстоятельств У меня именно в этот момент Закончился интернет А это означало для меня то, что Всю оставшуюся часть времени Я буду гулять без переводчика И онлайн-навигации Что в стране, где абсолютно все На португальском Не есть хорошо Я не знаю, что с этим городом не так Вообще все закрыто Даже в центре Даже на набережной Вдоль набережной На самой набережной Нет людей Вообще как в пустыне просто В этом плане, конечно Санторем меня очень сильно расстроил Особенно на фоне предыдущего города Бразилии, который я посещал Рио-де-Жанейро Я, конечно, понимаю Что сравнивать Рио-де-Жанейро И Санторем Это такое себе занятие Но все же Я ожидал от Бразилии Чего-то, чего-то большего Как выяснилось Гулять по Санторему Нужно только в будние дни И примечательно До наступления темноты Только в этом случае Ты найдешь открытые магазины Людей И все остальное А не Сайлент Хилл Для полноты картины Здесь не хватало Наверное, только лишь Катающегося перекати-поле И чувака с треугольной башкой И огромным топором за спиной Но в любом случае Это было куда лучше Чем тухнуть этим временем На пароходе К тому же, как я уже сказал На пятом месяце контракта Такие прогулки просто необходимы Иначе однажды Можно ненароком поехать кукухой Я не пойму У них что сегодня, футбол? Где все, блядь? Все вообще закрыто Это центр Я думал, мало ли Может быть на набережной ничего нет Зашел вглубь Тут еще хуже, чем на набережной По возвращению с одной из вылазок лодки не было Поэтому пришлось прыгать через забор И идти по тому самому мосту Ходить по которому было запрещено Чуть ли не под угрозой расстрела Причем данный трюк был проделан мною дважды И как оказалось Там не особо кто-то из местных был против Тебе пиздец мы нашли тебя предатель Спустя еще несколько дней Выгрузка в Сантореме все же закончилась И мы наконец отправились во второй порт выгрузки Город Итаки Дорога до которого составит около трех дней пути Как я уже сказал Итаки это пригород Сен-Луиза Большого города-миллионника И там я думаю точно будет на что посмотреть Вот такой у нас кукурузный супец сегодня Густоватый кукурузный супчик С мясом, лучком, кукурузкой Спустя 30 часов по реке Двое суток по морю И 10 суток на якоре Мы наконец подошли к Итаки Взяли лоцмана И пришвартовались к берегу В Итаки нам оставалось да выгрузить еще два трюма своими кранами Что не сильно радовало Так как краны уже начали уставать В одном из них появились проблемы со скоростью При поднятии полного граба А у другого потекло масло Частично нивелировалось это тем Что выгружали они нас здесь береговым краном И лишь одним нашим Также сюда должны были прислать суперинтенданта И еще пару проверяющих Но они к счастью снова потерялись в джунглях И не сумели найти дорогу к нашему судну За время стоянки Что не удивительно Ведь джунгли здесь конкретные Флоридская Тампа например И рядом не стояла Вот они лучше бы запчастей блять сюда прислали А то как запчасти Так сократите заявку Оставьте только нужное Необходимое Блять у меня такое чувство Как будто мы здесь каждый месяц Себе по плазме выписываем А они такие Нет пацаны В этом месяце без плазм Только самое необходимое Лампочки, изолента и пока все Выгрузка в Итаке проходила блестяще Периодически поливали дожди Ну и погодка тут конечно у них Вы только посмотрите какой сильный дождь Вообще ничего не видно из-за дождя Прям ливень идет Жесть, молния светит Охренеть просто И чтобы не терять время зря Я собрал команду из Филиппины Гэнг И отправился в путь Также мне удалось привязать карту К приложению такси После чего путешествия по Бразилии По уровню сложности Мало чем отличались от путешествий По своему родному городу Первой точкой на нашем маршруте Был торговый центр Сан-Луис шоппинг мол В который мы поехали По совету местных аборигенов И в нем не было практически ничего Зато там мы поменяли доллары на реалы А после чего поехали в Тропикал шоппинг центр Где я был просто невероятно удивлен Из того, что нам нужно было Там не было ничего абсолютно Зато в первый раз в жизни Я увидел торговый центр Под открытым небом Который одновременно скрещен с парковкой То есть заехал в ТЦ Поставил машину А через несколько метров Там уже магазины Удивительно Торговый центр, короче Под открытым небом Вот цветы тут растут, небо И магазинчики В общем приехали покушать Такая у нас сегодня кухня Интересная И очень полезная И после неудачной попытки найти хоть какие-то движения в центре Сан-Луиса Мы отправились на пароход В общем, Сан-Луис оказался такой же деревней, как и Сан-Тарем Только в несколько раз побольше А после того, как стемнеет Людей там то ли не видно из-за цвета кожи То ли они просто-напросто исчезают А обилие жутких темных пустых переулков в центре В 9 вечера Просто вводит в ступор И если я был бы Спилбергом Я бы снял на этих локациях продолжение фильма Ну, вы знаете какого А с возвращением на судно у нас возникла отдельная история Таксист по какой-то причине отвез нас не на ту проходную И после 20 минут петляния по темной околопортовой территории К нам подъехал чувак из охраны порта Сказал садитесь И просто так отвез нас до нужной проходной Вот такие бывают люди А мог бы просто пальцем тыкнуть в сторону И сказать Идите нахуй отсюда Там же приехала замена для старшего помощника И старшего механика А еще новый мессман из Мьянмы Кстати, как вы думаете На граждан какой страны поменяли двух русских? Уганда Украина Греция Гондурас Пишите свои варианты ответов мне в комментарии А правильный ответ я озвучу позже в своем телеграм-канале Ссылку на который вы найдете в описании под этим видео А мы продолжаем Итак, у нас сегодня очередной шедевр филиппинской кулинарии Это лапшичка доширак С вот таким вот мяском Тут сало И вот такой зеленый лимончик Вот такая красота А спустя три дня стоянки Бразильцы все же закончили выгрузку А после чего нас ждал еще один невероятный рейс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok